В мире множество вопросов, любой ответ даёт интернет. Но что об этом думает настоящий невиртуальный профессионал? Доброе утро! Меня зовут Вероника Белошейкина. Я ветеринарный врач и сегодня мой помощник Арчи. Уход за домашним питомцем – дело непростое, а в некоторых случаях даже хлопотное. И тут на помощь спишет всезнающий интернет с внушительной подборкой рекомендаций. Животным, которые не гуляют на улице, не нужны прививки и обработка от блох. Это звучит достаточно логично, но, к сожалению, это тоже миф. Наши животные, которые могут не ходить на улицу, но мы с вами туда ходим, на своих ногах и одежде. Мы можем приносить бактерии, вирусы, яйца гельминтов и принести заражение нашим своим питомцам. Обработки от блоха, они назначаются посезонно и зависят от уровня жизни вашего питомца. Чаще, если это обработки раз в месяц, реже – раз в три месяца. Если животное только домашнее, можно проводить обработки еще реже – раз в полгода. Здоровый домашний питомец – это радость для человека. Но для того, чтобы четвероногий друг не болел, за его самочувствие нужно пристально наблюдать. Виртуальный гуру и в этом случае готовы помочь советам. Новички, знайте, мокрые носы только у здоровых собак и кошек. Нет, это самый распространенный миф. У животных может быть как мокрый, сухой нос, влажный, горячий. Это не имеет никакого отношения к их состоянию здоровья. У наших с вами питомцев температура всегда более высокая, чем у нас с вами. И наши тактильные ощущения не совсем верны, когда мы прощупываем, например, уши или нос. Нос может быть теплый и сухой после сна, либо активно влажный и мокрый, и холодный после прогулки. Редактор субтитров А.Семкин